Здравствуйте! На 12-м канале новости. В студии Дарья Шадриная. В начале выпуска коротко о главных темах. Сутки до старта в Омске готовятся к открытию всероссийских сельских игр. На Соборной площади монтируют сцену и проводят генеральную репетицию. Какие сюрпризы ждут гостей праздника? Всему виной жара. Незаветренные и знойные погоды в регионе прогнозируют лесные пожары. Какие районы оказались под угрозой? Увидели Омск с высоты птичьего полета. Для школьников из Донбасса устроили небывалое путешествие. Ворчие стюля. В Омске задержали грабителя, который пытался унести из магазина шампуни и гели для душа. И технологии будущего Омске ученые разрабатывают бессмертный космический спутник. Задумку уже оценили на федеральном уровне. Меньше суток остается до старта всероссийских летних сельских игр. Первые состязания начнутся уже завтра утром. Сейчас прибывшие спортсмены получают допуск к соревнованиям. В том числе и сборная из Белоруссии. Команда прилетела в наш город сегодня утром. Всего же участия в спортивном празднике примут 1400 человек. Самой зрелищной частью станет торжественная церемония открытия игр. Она состоится завтра в 19 часов на Соборной площади. Сейчас здесь заканчиваются последние приготовления. Любовь Федорова расскажет подробнее. За сутки до торжественного открытия праздника Соборная площадь издали напоминает муравейник. Здесь каждый занят своим делом. В центре внимания сцена. Монтаж огромной площадки, баннеров, флагов, свет. Важна каждая деталь. Юрий настраивает звук. По его словам, чтобы наладить систему, требуется до двух дней. На любом празднике звук важен. Это основополагающая вещь. Потому что без звука не будет ничего. Без хорошего звука тем более. Звук это настроение. Дарить праздничное настроение участникам соревнований и гостям праздника будут артисты из Омска и звезды российской эстрады. В этот вечер на сцену выйдут вокалисты, лучшие танцевальные коллективы и актеры омских театров. В завершении гостей ждет дискотека в стиле 90-х Татьяна Овсиенко, Кайметов и группа «Белый орел». Мы поставили перед собой задачу рассказать о Омской области, о ее уникальности. И решили это сделать через легенду, известную легенду о Пяти озерах. Известную за пределами нашего региона. В том числе. И это вот такой будет большой постановочный пролог. 30-минутный, театрализованный. Который и расскажет эту самую легенду. В Омск уже прибыла большая часть спортсменов. В Омске сельские игры впервые приобрели статус международных. Одной из первых прилетела делегация из Беларуси. 28 атлетов. Прибыли участники из Дагестана, Новгородской, Воронежской, Свердловской областей, Краснодарского и Хабаровского краев и других регионов. Соревноваться команды будут в традиционных видах спорта. Гиревом, теннисном спорте, волейболе и легкой атлетике. Особый сельский колорит играм придадут состязания среди механизаторов, дайеров и косарей. 27 июля вечером порядка полутора тысяч участников будут чествовать на Соборной площади. Символом праздника станет огонь. Мы идем по аналогии с Олимпийскими играми. Это можно сказать сельские Олимпийские игры. Соответственно, есть те фрагменты, которые обязательно должны присутствовать в каждой церемонии. Это официальная часть, естественно, поднятие флага. Ну и кульминация праздника – зажжение факела. Стартует турнир завтра в 10 часов утра. Начнутся первые состязания. Площадками для соревнований станут стадион Сибгувка, спорткомплекс «Красная звезда», спортивный зал «Молодежный», омский велотрек и поселок Ростовка. Всех подробностей торжественной церемонии открытия всероссийских сельских спортивных игр организаторы не рассказывают. Однако по масштабам подготовки очевидно. Здесь будет на что посмотреть. До выхода в эфир очередного выпуска программы «Диалог с губернатором» остается менее трех часов. Сегодня Александр Бурков обсудит с ведущими актуальные проблемы региона и ответит на вопросы о мяче в эфире сразу двух телекомпаний. 12-го канала и ГТРК «Эртыш». Оставлять свои вопросы о мяче могут на нашем сайте. Для этого необходимо кликнуть на баннер и воспользоваться предложенной формой. Все обращения мы передадим в правительство региона. Принимаются и видео-вопросы. Файл достаточно прикрепить также в специальной форме на нашем интернет-портале. Пообщаться с главой региона можно будет и в прямом эфире, дозвонившись по телефону горячей линии. Итак, диалог с губернатором сегодня в 20 часов. Не пропустите. Вопрос, если говорить о том количестве, которое на данный момент уже поступило, интерес традиционно очень высокий. Более четырех сотен вопросов на данный момент. Но, безусловно, не забываем про ту самую горячую линию, которая будет работать непосредственно в прямом эфире. Одно из первых мест занимает тема газификации, водоснабжения. Также есть вопросы благоустройства, всяческие медицинские вопросы. Те вопросы, которые останутся в рамках эфира без ответа, безусловно, будут переданы в правительство Омской области и в дальнейшем найдут свое решение. Омские синоптики спрогнозировали рост числа природных пожаров. Из-за жаркой и ветреной погоды ухудшение обстановки может произойти в Роскополянском районе. По данным метеорологов, случится это в период с 26 по 29 июля. Жители предупреждают об угрозе перехода огня на селы и деревни. Спасатели напоминают, необходимо строго соблюдать правила безопасности, не посещать леса, не использовать открытый огонь, не бросать непотушенные спички и сигареты. Добавлю сразу, несколько лесных пожаров в Омской области произошли за последние дни. В Омском районе горело пастбище, потушить его удалось всего за час. Чуть больше времени понадобилось сотрудникам степного лесхоза, чтобы справиться с возгоранием в Азовском районе. Специалисты отмечают, большинство ЧП происходит по вине людей. Напомню, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 15 до 400 тысяч рублей. Увидели Омск с высоты птичьего полета. Школьникам из Донбасса провели необычную экскурсию. Они побывали в парке аттракционов. Многие прокатились на каруселях впервые. Развлечения в Донецке сейчас закрыты. В небольших поселках их и вовсе нет. За эмоциями детей наблюдала наша съемочная группа. Константин Лондон продолжит. Смогли посмотреть на Омск со всех сторон и высот. Больше 60 школьников из Донецкой Народной Республики отправились в незабываемое путешествие по парку аттракционов. Ярослав Диденко не раз катался на коресе обозрения, но не на таком, как в Омске. Признается, оно поражает масштабами и открывающимися видами. На самом верху и вовсе кажется, что время на мгновение застыло. Несмотря на еще юный возраст, на некоторых наплывает ностальгия. Омск намного больше, чем Донецк, но моментами он очень похож. Омск на Донецк. И даже некоторые места похожи на районы, в которых я был и жил. Устроили для ребят и катания с ветерком подняли ввысь на гигантских качелях. Сюда многие садятся с опаской. Снизу кажется, что крутятся они с невероятной скоростью. Вокруг света ребят провели буквально на летучем голландце. Отправили бороздить морские просторы. Механизм карусели впустил плод в настоящий дрейф. Как впечатление? Нормально. Классно? Да, прикольно. Организаторы надеются, яркие эмоции помогут ребятам на мгновение окунуться в настоящее детство. Ведь за последние 8 лет им пришлось научиться быть взрослыми. Часть мальчишек в Омске впервые смогли прокатиться на аттракционах. Эмоции бьют через край. Очень интересный парк. Я таких даже не видел. Очень красиво. Очень много аттракционов. Очень крутое колесо обозрения. Парару за голландец. Все очень круто. Очень современный парк. Мне нравится. Омск. Город-миллионник. Очень красивый город. Большой. Много всяких магазинов. Мне кажется, много машин. Большой очень город. Я таких не видел. Какое посещение парка без сладости? Так решили и представители партии «Единая Россия». Поэтому каждый подросток сегодня получил еще и мороженое. Масштаб, это впечатление, мне кажется, ребятам запомнится, конечно. И поскольку сегодня еще ребята, вот я смотрю, что они в кадетском корпусе разместились, у них такая, мне кажется, линия уже физподготовки, дисциплины. Это только дети. Это только эмоции. Но за этим очень большое содержание и хорошая, добрая, правдивая перспектива. Ждали ребята и аркадные игры. Они смогли проверить свою меткость и умение соседа выбить из колеи матерого ковбоя. В глазах подростков настоящий огонь и азарт устроить праздник для школьников Донбасса помог инвестор парка «Вокруг света». И он на своем опыте знает, насколько это важно. Я сам выходец из такой ситуации, членская война, когда была для меня это очень близко. И примерно у меня возраст был такой же, 13 лет, когда мы так же с подвала в подвал бегали. И это очень важно и трогает меня за душу. Эта смена из Донбасса не самая обычная. Ребята разместили в новом кадетском корпусе, где они живут по расписанию курсантов. В жестком графике для подростков и решили устроить своеобразную перемену. Жизнь в кадетском корпусе и тот вожатский отряд педагогический, который помогает провести досуг именно на базе кадетского корпуса, используя всю инфраструктуру кадетского корпуса, это и плавательные бассейны, и поля, и футбольное поле, крытое. Всего же за время, проведенное в Омске, ребята познакомятся с университетами города, его культуры, традициями народов, которые живут в нашем регионе. Ну а главное блюдо сегодняшнего дня – просто незабываемые впечатления, которых заслуживает настоящее детство. Константин Лондон, Анастасия Вишова и Виктор Осинцев, 12 канал. В Омской области резко начало возрастать число новых случаев коронавируса. Ежесуточные показатели менее чем за две недели увеличились в два с половиной раза. Если еще за 13 июля было зарегистрировано три десятка новых пациентов, то за сегодня COVID-19 диагностировано у 75 человек. По данным российского Роспотребнадзора, аналогичная картина наблюдается по всей стране. Напомню, еще на прошлой неделе руководитель Росздравнадзора потребовал возобновить работу ковидных оперштабов и активизировать вакцинацию в регионах. Медики советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в общественных местах. А также напоминают, что самым действенным способом защиты от коронавируса по-прежнему является вакцинация. Чистоплотные, но нечестные и неуклюжие. Намич решил ограбить парфюмерный магазин, но потерпел неудачу на кассе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина ходит по магазину и складывает товары в пакет. Как оказалось, платить одинокий покупатель за них не собирался. Уловом омича стали несколько бутылок шампуня, геля для душа, лосьонов после бритья и дезодорант. Однако за кадром остался главный конфуз грабителя. Пытаясь уйти от бдительного продавца, воришка выронил все содержимое пакета прямо возле кассы. Чистоплотного и неоднократно судимого омича уже задержали. И вот какие материалы вы увидите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Ушли в свободное плавание. 12,5 тысяч мальков и сетра сегодня выпустили в воду Иртыша. Во взрослую жизнь рыбки отправляются по специальной трубе. Впереди битва за выживание тысячи километров по рекам, морям и даже океанам. По словам специалистов, эта свободолюбивая и любопытная рыба способна преодолевать гигантские расстояния. Поэтому лет через 8-10 взрослых особей можно будет встретить на любом участке по всей протяженности Иртыша. Зарубление реки происходит несколько раз в год, пополняют Иртыш исключительно ценными видами. Удовольствие не дешевое, но только так, говорят специалисты, можно восстановить природное равновесие. Насколько это удается, подробности расскажем в итоговом выпуске новостей в 19.30. За неделю от укусов клещей в регионе пострадало более 100 человека. За весь сезон уже почти 5 тысяч. Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что больше всего клещей, снятых с людей, заражены баррелиями. Почти 10%. Чуть более 1% энцефалита. Также они являются переносчиками возбудителя эрлихиоза и анаплазмоза. Как отметили в ведомстве, в этом сезоне корицидная обработка проведена на площади более 2000 гектаров. Это преимущественно территории парков, скверов, детских лагерей, детсадов и школ. Осенью будет проведена повторная обработка. Против клещевого энцефалита с начала года привилось 76 тысяч мечей. Без перебоев и внеплановых отключений проблем с водой в поселке Нововаршавка теперь не будет. Сейчас здесь идет реконструкция водопровода. Работу проводит в рамках федерального проекта «Чистая вода». На модернизацию системы планируется направить 76 миллионов рублей. Сейчас готовность объекта составляет свыше 20%. Завершить работу планируется в 2023-м. Добавлю, в прошлом году на модернизацию систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» было направлено около 560 миллионов рублей. Как сделать космический спутник бессмертным? Над этой задачей сейчас работает в Омском техническом университете. Первые разработки уже оценили на федеральном уровне. Ученые получили грант на создание ионного двигателя, аналогов которому нет в мире. С создателем уникальной разработки познакомилась Анастасия Вишова. Они готовы перевернуть мир? Ракетостроение. Доцент Омского политеха Игорь Вавилов представляет прототип двигателя, который позволит сделать спутники практически бессмертными. Пока речь идет о так называемых наноспутниках. Сейчас космонавты просто закидывают их в невесомость, как мячики. Какое-то время такие спутники двигаются по инерции, выполняя свои задачи. Но достаточно быстро под действием гравитации сходят с орбиты и сгорают в атмосфере. Омский двигатель позволит корректировать траекторию, при этом энергозатраты всего 5 ватт. Для сравнения, столько потребляет обычная светодиодная лампочка. Для тех спутников, для которых это идет речь, это вот Купсаты, это до 10 килограмм, у них средневитковая мощность избыточная всего 5-10 ватт. То есть вот он летает, да, у него на свои нужды энергия практически вся тратит. Солнечные батареи маленькие, много он не соберет. Поэтому он там пока накопит в аккумулятор, двигатели для них сделать практически сложно, естественно. Испытания будущего чуда двигателя проводят в этой вакуумной камере. Зрелище по-настоящему космическое. Эти светящиеся точки – плазма, своеобразное топливо, которое толкает ракеты. Увидеть поток света помогают магниты. Через них проходит вещество, которое под воздействием электрического поля попадает в цилиндры, где собирают частицы и не дают им сбежать из остановки. Невидимые глазу электромагнитные импульсы разгоняют частицы до сумасшедших скоростей 250 километров в секунду. Результаты, говорит Игорь Вавилов, невероятные. Оно не может лететь с такой скоростью. Вот как бы вот если у вас одна зарядная ион, ну не может. Ну нет столько ресурсов, там такого напряжения. Это около 6-8 тысяч вольт должно быть напряжение, чтобы так разогнать ион. У нас нет таких напряжений. Там на сетках было 1000 вольт. Разработки омских ученых уже оценили на федеральном уровне. На продолжение экспериментов российский научный фонд выделил грант. 18 миллионов рублей на три года. Сейчас в команде Игоря работает еще пять человек. Исследования продолжаются. Теперь ученым предстоит разгадать формулу, за счет чего рождается такая космическая скорость. Следующий этап – эксперименты в разных газовых средах. Анастасия Вишова, Андрей Кузьмин, 12 канал. Победители сибирского международного марафона будут награждать в более торжественной обстановке. Раньше спортсменам вручали медали сразу по окончании забега. Теперь же честовать чемпионов будут вечером на Соборной площади. О новшествах этого года рассказали в региональном Минспорте. Напомню, СИМ-2022 пройдет в день города Омска 6 августа. Старт забегов намечен на 8.30 утра. На выбор участников одна из четырех дистанций. Марафонская – 42 километра 195 метров, 21 километр 100 метров и две самые массовые – это 10 и 3 километра. Трассы пройдут в том числе и по историческому центру города. Ожидается, что в этом году участие в забеге примут больше 7,5 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега. И последние омские женихи оказались одними из самых экономных в стране. Один из крупных ювелирных брендов провел свое исследование и выяснил, что жители каких городов больше всего тратятся на помолвочные кольца. Самыми щедрыми оказались мужчины из Санкт-Петербурга. В среднем за драгоценности они готовы выложить около 10 тысяч рублей. На втором месте жители Саратова. Они тратят чуть более 9 тысяч за украшения для своей второй половинки. Бронза у женихов из Краснодара. Самыми экономными в вопросах покупки помолвочных колец оказались жители Омска и Великого Новгорода. Так, амичи предпочитают покупать украшения стоимостью менее 4 тысяч рублей. И чаще других выбирают серебряные изделия с фианитом. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Дайте их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Итак, завтра 27 июля в Омске облачно. Температура воздуха в ночные часы до плюс 18, днем 28-32 градуса жары. В районах переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ночью до плюс 18, днем плюс 24, плюс 28. Ветер южный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. У меня на этом все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова